что ж ребят я рад вас приветствовать снова на своем канале в этом году меня зовут роман я родился вот кролика и мы будем играть с вами в игру под названием зайчик желаю вам всем приятного просмотра крепких нервов большого воображения но мы начинаем всем приятного просмотра всю ночь ветер зверевся в окно когтя он бродил по полям и завывал на луны у зверя бесконечная песни вилась словно веревка сплетенная из самых разных тонких плач и смешливых голосов казалось они кричат и смеются и спорят о чем кто-то носился по снегу обрасываясь видные тени они то подходили к кровати то отступали дом жил своей жизнью скрипучей жизнью старых зданий которые помнят столько всего и потом пытаются рассказать одинокий дом глядел на лес а чешу посмотрела в ответ своими гласищами туплами и шуршало шумело евало много можно выйти и постоять у громки леса просто чтобы убедиться там за гривыми деревьями никого нет смутные мотающие на ветру силуэты не причинят вреда это же игра света и тени просто такая игра я не понимаю что это лишь мое воображение девять вечер двенадцать но все же эпизод 1 прилетий салон убери книгу немедленно сколько раз говорила не читай за столом вредно сидишь сутулился весь так ну что ж мы начинаем наш игровой процесс так книжку можно убрать я послушно отложил книгу о похождениях конана варвара все равно я прочитал одну и ту же строчку три раза и нечего не помню Оля уже позавтракала и взялась за печенье хрустела с аппетитом как девчонки из рекламы пока не съешь из-за стола не встанешь а я все буравил взглядом манку словно надеялся что она рассосился сама по себе смутная тревога распирала все из-за бессонной ночи черного леса погибающего двор и угрюмного ветра чем дольше я тянул тем холоднее становилась комковатая белая масса будто медуза из подводной одиссеи кустов обожаю эту передачу интересно на дне океана и есть очень шутка а ночью в холодном черном лесу ложка выпала из руки мама плеснула студеным взглядом в зеленых глаз что я говорила я достану 10 секундная передышка перед новым сражением с гадкой каши я нащупал ложку что это такое нацарапано снизу на столешнице Карина это же мама на имя видимо она в детстве нашкрябала чем-то в острове оказывается хулиганка была и мебель портила ох меня бы за такую неделю ругала напомните ей о шалости нет что то она не в духе сегодня я выразил как она моя ровесница сидела здесь под столом интересно в детстве мама боялась темноты а шороха на чердаке а лесных дабы дебри я представил как бабушка заходит в спальню к моей маленькой маме садится на край кровати где теперь спит Оля и рассказывает мягким вплачивым голосом у тебя особое место детятка она к тебе присматривается принюхивается словно хочет понять что ты за зверь такой понравишься в беде не бросит а будешь проказничать схватит зубочек и утащит с собой под землю тут и дело с концом бабушка была ласковой никогда ни с кем не ссорилась не ругалась тогда не было этих сводящих с ума криков до глубокой ночи разбитой посуды и взаимных обвинений в то время наши родители еще любили друг друга помню я случайно подслушал родительский разговор и узнал что бабушка заранее обеспокоилась о своих похоронах купила себе гроб и называла его ласковым гробиком он стоял в чулане словно терпеливо ждал черный с обивкой цвета мяса это я увидел потом когда бабушку похоронили дом остался таким же как и был при бабуле только фотографии все убрали куда-то застекленные снимки серыми лицами моих предков у всех плоские но зоркие неживые глаза я выбрался из-под стола Оля расправилась с печеньем и как хитрый зверек поглядывала на мою порцию я бросил взгляд на заи... на заинтифейшее окно заледеневшее снаружи темнели сосны но не они привлекли мое внимание юморский узор складывался в картинку Оля гляди лиса где? похоже на оптические иллюзии на задних обложках тетрадок вроде Миша Нина из черточек но если расфокусировать взгляд и посмотреть под определенным углом да не на улице на стекле смотри вот нос вот ну-ка доедай да да сейчас я ничего не вижу живо совсем немного осталось а вот но все равно не похоже а я говорю похоже не а похоже прекратите ну что за дети теперь я не мог отыскать лису она исчезла ушла лишь узоры ползли по стеклу похожие на вытянутые листья крапивы на кухню вошел папа большой и неторопливый хочу куда вырасту стать как он породы чем мама шутя всех спросила папу ну сбрей колется же как давно это было а теперь каждый день грохот дверей и мстительные колкости поле зажимало уши когда за стеной раздавались голоса ради чего это все ради вас ответил папа ради семьи я ловил каждый звук и боялся услышать самое страшное самое убийственное слово на букву р разум не хочу даже продолжать боюсь представить что нас с сестренкой разлучат и разведут по разным семьям да что твоя лиса вот у меня на окне сова опять ты со своей совой так ты же вчера мне верил никто ключи от машины не видел вроде оставлял на подоконнике вроде вроде оставлял вроде нет вроде взрослый мужчина отец твоих детей а вроде перестань пожалуйста карина дай мне спокойно собраться в корзине твои ключи возле телефона огромное тебе человеческое спасибо антон ешь быстрее а то как мученик сидишь а сова не было там никакой совы была вот так вот разрушенные мечты разрушенные детские желания как это все знакомо глазюки огромные во и светятся оля вскочила со стула и приставила руку к личику показывая пальцами глаза каждой величиной с яблок в прошлом году бабай в шкафу сейчас сова но я же видела оля переводила взгляд с отца на маму потом на меня но нигде не находила поддержки а ты не думала подружиться с ней нет вымышленными мышами покормить например не подначивай ребенка просто мала еще и спать одна боится оля капризно надула губы и опрометью вылетела в коридор заскрепила лестница ведущая на второй этаж мама строго посмотрела на отца ох этот взгляд как же не уютно под его под ее прицелом папа лишь выркнул и ушел в звенья связкой найденных ключей спустя минуту на весь дом раздалась мелодия из русалочки и это было затертая до дыр кассетная пленка которую папа уже склеивал однажды с вещами все просто их можно починить или вот склеить а как быть с отношениями мама ушла в гостиную и я остался один обеспокоенно поглядывая в окно с тех пор как мы переехали в этот старый дом Оля плохо спала ворочалась в постели или съеживалась клубочком под одеяло порой вскакивала среди ночи чтобы включить видеомагнитофон мультфильмы помогали отвлечься от переживаний из-за переезда родителей а потом Оле привиделся это огромное крылатое чудовище за окном она стала одержима с собой чего только родители не делали на какие ухищрения не шли чтобы искоренить ее страхи Оля напрочь отказывалась спать одна и не верила что сова была всего лишь дурным сном после сегодняшней ночи я не знал что думать как теперь относиться к словам сестры могут ли кошмары быть заразными прошлой ночи я лежал без сна и думал о том что ждет меня в новой школе до занятий оставалось несколько дней воображение рисовало длинные и извилистые коридоры они приводили к классу заполненному детьми но ученики за партами были темными силуэтами словно вырезанными по трафарету колдорами посреди их черных лиц сияли круглые дыры а в дырах моргали глаза будто бы совсем другие существа смотрели на меня из-за плоских черных фигур и столько жестокости было в этих взглянах столько ледяной насмешки что я дрожал с головы до ног выживу ли я здесь не забьют ли меня до смерти толпой быстрые топчущие ноги вымазанные кровью ботинки пусть бы она сгорела эта чертова школа пусть бы хоть что-то случилось не важно что лишь бы не идти на уроки не видеть людей которые только и мечтают дать поплеуху поставить под ножку придумать очередное просьбище еще оскорбительней чем предыдущее будто мои очки делают меня чужаком каким-то монстром взор умазнул по рисункам развешанные стены я не считал себя великим художником но Оля упросила повесить только рисование меня хоть немного радовало в последнее время моим немногочисленным друзьям тоже нравилось как я рисую а ведь они кстати обещали смотреть иногда воображаю как мама снимает руку и говорит холодно вы не туда попали или Антона нет Антона нет я представлю представляю своих будущих одноклассников и одноклассниц которые как и я лежали в эту минуту в кровати слушая вой невидимых оборотней за окном вы можете я все таки понравлюсь новому классу кому вообще нравятся ребята в очках с толстяными линзами папа в детстве носил очки а теперь он женат на самой красивой женщине в мире на ей маме дом заскрипел под напором ветра наш прежний дом бетонный девятиэтажный жужжал соседским перфоратором бубнил телевизором за стеной плакал на взрыв из квартиры многодетного семейства теперешний дом язык не поворачивается назвать его новым был совсем другим днем тихий и покладистый тени отдыхают в углах в паутине чуланов под лестницей но ночью он просыпался что-то смотрит на меня из углов будто фотографии мертвых родственников земляными глазами снова повесили на стену вместо моих рисунков кряхтят половицы стонут ржавые водостоки чердак населяют кулки сквозняки словно дом играет какую-то дьявольскую мелодию вдруг я понял что действительно слышу музыку в чем играет она уже давно где-то далеко по самой границе восприятия пела флейта у нас словно был сливалось своим ветром с покреплением строгого дома с моими мыслями я встал поторопился к окну хотел убедить себя что нет никакой музыки что это лишь мое воображение что никто не может играть там в холодной заснёженной ночи открываем окно там в поле кто-то танцевал черные фигуры едва различимые на фоне темного леса залитые лунным светом они резко подпрыгивали и припадали к сугром катались в снегу и ползали на четвереньках не вспомнились истории о волках играющих под луной но это были не волки они вставали на ноги ходили хоровод вздымая вихри снега растворялись во мраке и появлялись вновь творилось что-то странное пляска теней в безвредной тьме распаляло воображение и одновременно нагоняло тревогу вдруг музыка стихла танцующие застыли и я готов был поклясся устану уставились на меня университет внезапно она из фигур отделилась от странного карнавала теней и ринулась по полю мощными прыжками преодолевая расстояние она скользила не оставляя вмятинах хрустком снасти пока угольная тень дома дне поглотила ночное существо ставя еще гуще и чернее сердце заметалось птицей в клетке я отрыпнул я отпряпнул кровать успев рывком задернуть шторы меня видели страх окатил ледяным потоком стоя в темной комнате я слышал как снаружи возится и скребется незваный гость как он мечется по двору выискивая вход звук ушел вправо обогнул дом сейчас гость окажется на пороге я кинулся в постель и укрылся с головой словно одеяло могло меня защитить страх сковал мышцы я вдруг снова вспоминал о похоронах как бабушка лежала скрестив руки заострившимися чертами лица похожие на восковую кубь а по стуле на которые водрузили кроп ползли муравьи я представлял тогда что они сперегутся на голову бабушке и лапками поднимут ее веки и тогда бы сморщенные глазные яблоки шевеливались гнезда и бабуля вновь бы увидела внуку там на похоронах я повторял мысленно слово заговора которому она меня учила и лежа под одеялом прислушавшись к скрипу и вою я шептал эти слова на острове Буяне в синем океане стоит домовина в ней сало и глина волосы седые чертям еда а раба божьего Антона не тронут никогда бесы забудут дорогу к дому мертвые к мертвому швы к швому непонятные шумы утихли я осторожно высунулся из-под одеяла чтобы увидеть как под потолком словно весельник колышется штора и тут ночь ошпарила меня новой порцией кипящего ужаса звук лизанул по уши что-то царапало входную дверь быстро-быстро оскорбило когтями полотно требуя впустить его дверь заперта он поставил осторожным и вкрутил надежный замок помню как он долго и напряженно взглядывался взглядывался в лес словно выискивая в нем кого-то мертвое к мертвому живое к живому я поджел колени уткнувшись в них подбородком и засверлил взглянув в межкомнатную дверь такую хлипкую и слабую перед мощью темноты и вдруг дверная ручка робко повернулась затем вдурнулась раз, другой будто у кого-то кто пытался открыть дверь не было рук ручка вновь выкинула неожиданно дверь сущелкала бешенка странно у меня строго щенка мокрые пальцы дверь заскрипела и отворилась дом издевательски стоял ветром в жестяных водостолках сейчас сейчас ты увидишь дверь распахнулась зима кишелов прожорливая паста Да. Словно сама ночь обращалась ко мне. То хлопая черными крыльями, то скрипя и смазанными петлями. Мрак был паутиной. На припевшей углы комнаты я дрожал в его коконях и ждал, когда из чертова провалов выступит тот, кто соткал паутину. Мышцы живота заныли. Рудная клетка нас плавилась, готовая выпустить отчаянный гопль. Но прежде чем я закричал, темнота спросила. Ты спишь, Тоша? Бледное лицо сестры выплало из густой тени. Я хотел бы вскринуться от облегчения. Оля, я не сплю. Что случилось? Носик Олик сморщился, а нижняя губа отопырилась. Верный признак, что с секунды на секунду сестра расплачет. Оно опять прилетело и впялится на меня. Прогони ее, Тоша. Прогони, пожалуйста. Я так боюсь. Страх, только что терзавший меня, уполз и притаился где-то в животе. Я обязан был успокоить Олю. Это был сон, глупая. Не пугайся. Сны не кусаются. Никто тебя не обидит. Оля всхлипнула. Она изо всех сил пыталась мне верить. Но верил ли я сам? У меня есть идея. А пойдем к тебе в комнату. Видик посмотрим. Спящую красавицу, например. Тебе же нравится этот мультик. Почему спящий красавица принца? У меня это страшная птица. Вопрос задал расплыл. Ладно, давай посмотрим Золушку. Мысли путались. Расплывались. Что это было? Что высматривало меня лихорадочно, танцуя под луной? К оконному стеклу прижималась тьма. И ее не обманешь старыми бабушкиными заговорками. Не проведешь, предложив вместо себя ящик с салом и глиной, с обрезанными с дыми косами. Туша, ты идешь? Да, да, сейчас. Ну что ж, ребята, на этом предлагаю сегодня закончить наше такое увлекательное приключение. Простите меня, конечно, за то, что я иногда все это читал как-то не суеразно. Потому что играл в эту игру я никогда. Увидимся с вами уже во второй серии. И надеюсь, что мы с вами увидимся уже на стриме. Но я думаю, что эту игру на стриме проходить как-то не то. Поэтому увидимся с вами, скорее всего, в летсплее. Вы были на канале Рим Гейм Студио. Меня зовут Роман. Я родился в год пролика. И мы играем в игру зайчик. Всем пока-пока. Приятных вам снов.